Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем с профильной трубой, в моем случае это 40 на 40. Был у меня кусок, вот с него и буду делать. Сделаю из него одну хорошую самоделку, но получится у меня как раз две штуки. Что получится, давайте посмотрим видео. Поехали! Отмечаю кусок 35 сантиметров. С края отступаю практически 2 сантиметра. С другой стороны поступаю аналогично. И от одного края на наши отметки провожу. Здесь поступаю аналогично. 'm Девочки falela в итоге получаем два вот таких кусочка и вот такие две пластинки они нам тоже нашей самоделочки тоже пригодятся но теперь немножко порисуем сейчас найдем на приблизительно центр сделаем вот так вот и сюда от низу отступим над сантиметров и также сразу с этой стороны также сделаем центр и примерно вот так вот вырежем тоже треугольничек все на глаз теперь дело за пластиной зажимаем ее в тисках и при помощи молотка сгибаем получился такой треугольничек лишнее это немножко обрезал был кусочек такую детальку я вот немножко закруглил тоже все зачистил все необходимыми сделать два отверстия и и и и и и и и деталь наши готовы сейчас их обезжирю второй уже покрасил собранном виде изделие подсохло теперь можно собирать приступать к сборке термоусадка кусочек покрышка велосипедная сразу прикинул лишнее отрезаю также все хорошенько обезжирю вот таким вот обезжиритель универсальным берем клей двухкомпонентный и наносим немножко его с одной стороны сюда брызгаем уже подтвердитель с другой стороны поступаем аналогично берем винты пятерочку и устанавливаем их через шайбу хорошенько затягиваем можно конечно было купить гайки сама контрующийся но у меня таких не было и зачем было тратиться я сейчас вот так сделаю при помощи клея капну немножко сюда и сюда все сейчас клей застынет и здесь уже получается гайка не будет раскручивается у нас расслабляться наш материал не будет все наша самоделочка готова вторую собрал по такому же принципу все точно такая же но только вот хотел показать если нет термоусадки берем изоленту конечно же чтобы было все по гост нужно синяя но у меня к сожалению под рукой ее не оказалось да будем использовать то что есть и хорошенечко обматываем ну а так в общем две штуки у нас готова сейчас будем смотреть что же для чего они есть кто-то конечно уже может быть и знает кто-то может быть предполагает так что пишите комментарии ну а Продолжение следует... Друзья, кроме шуток, у нас получились отличные держатели для удочек. Сами видели, я продемонстрировал, что очень все хорошо держится. И удочка никуда ваш не денется. Не нужно никаких громоздких приспособлений. Вот на две удочки поместится в обычный рюкзачок. Можно какой-нибудь сделать чехольчик. То есть, да, я могу сейчас показать вам. Вот мы берем удочку, вставляем. И в любом положении она у вас стоит. Даже не в разобранном состоянии. Собирается быстренько. Также разбирается быстренько. Понимаете, что резинки сделаны для того, чтобы не портить удилище. Ручку. Все вот прекрасно держится. Удочка тяжелая. Плюс катушка. Противовес хороший. Все держит прекрасно. Друзья, ну я надеюсь, вам ролик был полезен. И кому-то понравился, зайдет за душе. Кто-то пронастальгирует. Потому что видел я это изобретение на картинке. Это делали еще в СССР. Я не знаю, почему сейчас перестали это делать. Стали делать какие-то громоздкие, какие-то кольца. Я не понимаю. Но делали, конечно, на совесть. Если вам понравился данный выпуск, обязательно палец вверх. Не забудьте подписаться на канал. Жду от вас обратной связи. Вам желаю всем крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok